Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, это канал Alex and Play И мы продолжаем играть в мод Кайзередукс, Кайзерех Экспэншн За Российскую Империю, за... по пути черносотенцев За Национального Популиста, за Дмитрия Третьего, всё как обычно И в прошлой серии мы как раз восстановили абсолютную монархию И короновали Дмитрия Третьим То есть Дмитрия короновали императором, Дмитрием Третьим Вот так вот Мы наконец-то смогли привести его к власть Вот Ну и сегодня, в принципе, я не знаю, что будем делать Ну, качать, естественно, будем фокусы черносотенцев Тут за веру царя Отечества Русский национализм Возобновим погромы Разберемся с республиканцами Чертную сотню восстановим И Третий Рим Возможно, покачаем ещё имперскую славу Сегодня будем качать всё-таки мы внутреннюю политику Пока расширяться не будем Так что экшона особо такого не будет Возможно, возможно А может и будет Это мы уже посмотрим всё как будет Ну что ж Желаю всем приятного просмотра А мы начинаем Статус православной церкви В статье 5 Конституции Российской Республики говорится Что Россия отныне является государством В котором ни одна вера не может иметь привилегий и прав Которых не разделяют другие веросповедания Религия не имеет права голоса в правительстве Для страны, которая до этого момента была построена на русско-православной церкви Такой шаг был довольно шокирующим изменением в политике С которым многие люди не могли согласиться В 1927 году в церкви появился новый патриарх Кирилл Который с тех пор неистово ввёл свой крестовый поход За внесение поправок в пятую статью И предоставление церкви престижного статуса в Российской Республике Теперь, когда Керенский ушёл А у власти появились новые люди Он официально обратился к правительству с петицией О внесении поправок в Конституцию И повышении статуса церкви до статуса государственной религии Ну и давайте отменим статью 5 Конечно Православие нам нужно Возвращение имперских имён Мурманску и другим городам После февральской революции и падения Российской империи Началось переименование различных городов Особенно городов, ярким примером которых является романов на Мурмане Теперь, когда империя вернулась и наше положение с каждым днём выглядит более стабильной Этим городам будут возвращены их первоначальные названия Романов на Мурмане должен немедленно вернуться на наши карты Память о царской России будет жить вечно Название без того вполне хорошее Нет Память об имперской России будет жить вечно Так, имперскую славу Да, это мы читали Описание читали, так что не будем Опа, покорность казаков Русские, которые доминируют в политической и экономической жизни в Алошарте Решили потребовать присоединения их государства к Российской империи Что нам делать? Ну, приветствовать их возвращение, конечно О, Дутов красавчик, казак Решил вернуться к нам Либо нам нужны друзья, они крепостные Вы можете служить независимо нации Ну нет, мы всё-таки империю строим Поэтому приветствуем Их возвращение Почему бы и нет Привет Здорово Так, так скажем Так Ну давай новую типа армию создадим Ну и отправим их вот сюда Просто чтобы Мало ли, туркестанская ханство на нас налетит само А нет, не должно Так что Не, не должны налететь Так что Ну просто мы где-нибудь вот здесь их оставим пока что Много тут всё-таки казаков Поэтому оставим их поближе к туркестанскому ханству За веру За веру Мы боремся за единую истинную веру всей России Православную Снова популист Изменение популярности 10% Патроналист Изменение популярности 5% Будет добавлен на идею чертная сотня Что даст стабильность плюс 5 Преданный народ В каждом доме в России Вешают на стену фото царя и его семьи Всякий раз, когда царь участвует в каком-либо публичном мероприятии Его приветствуют и любят Он стоит выше партийной политики И является символом нашего единства Будет изменение идеи имперской славы Ну в общем видите тут какие бонусы мы получим А, всё-таки Туркестан на нас налетел Всё-таки я был неправ И он на нас напал Ну ладно, войска хотя бы близко Чё страшного Вера и на... Так, а запись-то идёт? Вообще записывается? Нет? Да, слава богу Вера и нация Религиозная политика нашего правительства пользуется популярностью Как среди нашего собственного народа Так и за рубежом Они показывают Как наша вера может принести порядок и стабильность в общество В этом хаотичном современном мире В настоящее время в соседних странах существует множество политических групп Придерживающиеся новой формы политизированного православного христианства Свободная организация, называющая себя Вера и нация, выросла в России И обучает активистов военизированных формирований Из этих организаций с целью развития их принципов И формирования международного братства православных народов Хотя это может привести к международным осложнениям Это может предоставить России возможность вновь занять прочное положение и роль в мире Они могут быть полезны Это выходит в показах Запретите эту опасную организацию Или продвигайте мирные религиозные группы Ну тут мы отношения испортим А можем продвигать мирные группы Тогда улучшатся отношения с Украиной Возможно А, но они все равно в социал-демократии пошли Так что плевать Ладно, они могут быть полезны Ладно, я сама играю за черносотенцев Поэтому будем выбирать более жесткие варианты Вот я говорил, не будет экшона Вот он, пожалуйста, экшон Так, ну вот мы, значит, отправляем сюда армию Товарища Туркала Так, ну и куда, кого еще можно отправить Тебя, допустим Тоже наступать Ну я думаю, двух армий хватит Висим и многого другого От храбрых героических душ доброводческой армии Доброводческой армии Юга России Которая доблестно отбивалась от красных орд Угрожавших землям Украины и Кавказа Ведомые великими героями гражданской войны Такими как Лавр, Корнилов, Петр Врангель, Антон Деникин И, конечно же, наш уважаемый Михаил Дроздовский Эти истинные сыны России доблестно сражались под Киевом Перегоновкой, Царицыным и за его пределами Уничтожая большевистскую угрозу Откуда бы она ни исходила Галич поместил факты жертвоприношения Героизма этих храбрых людей за страницу Организованного в сборнике Чтобы вся Россия могла прочитать об этих великих деяниях О великих деяниях нашего маршала Михаила Дроздовского Поэтому, чтобы без доблестных деяний и смертей этих людей И вся Россия, как мы ее знаем, не существовала бы сегодня Этим героям гражданской войны Галичу За то, что вернул домой утраченные слова этих истинных русских сынов Товарищ солдат, дайте мне свою руку Так, ну Наступление идет только вот на направлении Мангушлака В Мангушлакском направлении у нас Нормальное наступление идет А вот, товарищи Утепов, у него проблемы Поэтому Тут наоборот оборону Тогда мы давай подведем сюда армию Романовского Потому что мне не нравится, как тут происходит ситуация Пускай Кутепов пока отдохнет Мы пока поатакуем здесь Когда тут немножко ослабнут Туркестанцы Мы сможем проатаковать и здесь Возобновить погромы Жизнь была лучше, когда еврейское население находилось под контролем С нашим приближающимся расширением в старую черту оседлости Правительство с помощью желтых рыбашечников должно начать погромы заново Антиеврейские погромы пройдут в России Окей Так На всякий случай Я не знаю, как Это же старая версия Я не знаю, как тут Работает система снабжения Поэтому я на всякий случай На Дальнем Востоке Построю железную дорогу Чтобы в случае войны С Сибирской Восточной Федерацией Мы смогли спокойно себя чувствовать Так Ну, наступаем мы успешно На юге На юго-западе На востоке пока не получается На северо-востоке Наступать у нас не особо выходит Но ничего не поделаешь Либералы критикуют духовенство Но это нас вообще не интересует Расширение Румянцевской библиотеки Румянцевский музей был первым Публичным музеем Москвы Основанный в 1831 году Его коллекция рукописи велика И мы определенно должны построить Новое здание для библиотеки Где новые поколения российских студентов Смогут учиться на благо общества И нашей страны Мы получим бонус к темпам исследований Так, ну по войне ситуация какова? Потерь у туркестанского ханства 27 тысяч У нас 17 тысяч Ну в принципе потери одинаковые Почти схожие Ну и туркестанское ханство готово Накапитуляцию на 80% Это хорошо Значит мы в принципе его быстро капнем Но это очень легко Легкая война Это сначала тяжело Когда войск на границах нету И нас начинают атаковать Но ничего страшного Мы уже тут проходим Так, давай ты правильно идешь в Самарканд Ты тут давай Памир, Душанбе И Ош захватишь А нет, они даже без этого капитулируют Ну я потерь конечно не посмотрел Ну примерно там наверное 30 тысяч у них У нас наверное 20 Так, ну захватываем земли конечно Я говорил что Икшона не будет А в итоге Вот он Пожалуйста Икшон Да Хотя может 14 этих дивизий Я отдам Манштейну все-таки Да Пускай На Дальний Восток топают Так Так Так, Армановскому отдал приказ Шатилов Ну давай вот здесь Пока простой И жди Следующих Распоряжений И приказов Так, ну и доктринку Можем немножко прокачать Комплексное взаимодействие взять Так Офицерский корпус Ну давайте стратегия Высшего командования армии Возьмем логистику Вот, ну неплохо Неплохо Центральная Азия Под нами Отлично Полное восстановление Минэкономики заявляют Что наша страна Полностью отправилась От черного понедельника Больше нет негативных Последствий Поэтому российская экономика Пошла к новому этапу Экономического роста И процветания Все кончено Отлично Великолепно Мы оправились От кризиса Хотя знаете Ребят Что Может быть Давайте прокачаем Все таки фокус Экспансионизм Чтобы выйти К русскому населению Украины Потому что Тут уже Социалистической Республики Украины Появляется Хрущев пришел К власти И пока Он не вступил В третий интернационал Лучше Его уничтожить Сейчас Чтобы просто Холопот у нас не было Да и Шанс Расшириться Неплохой Есть Так что Давайте попробуем Это сделать Это реализовать Так что Пойдемте пока В экспансионизм Погром Сегодня Черносотинские Военизированные Формирования Завершили еще один Погром на нашей стране Все для страны Это конечно Не очень хорошо Но почему Почему бы и нет Шиза так шиза Если мы играем За таких радикалов Почему бы и нет Выбор названия Для нашей фракции В правительстве Есть разные предложения Как назвать Нашу новую фракцию Но московский пакт Глупо называть Так как у нас Столица в Санкт-Петербурге Поэтому давайте Евразийский блок Назовем Так Дальше Дальше Куда Вот чтобы нам сюда Надо выйти Требуется враг на западе Ммм Так Как сюда враг на западе Обезопасить Центральную Азию Либо на Кавказ Но Кавказ Опасно Пока выходить 28 дней ждать Тем более Поэтому мы обезопасим Центральную Азию Мы хоть ее уже И захватили Но Фокус возьмем Получим Ну Ван База стабильности Нам не нужна Но Все равно давайте Возьмем этот фокус Чтобы быстрее выйти К фокусу враг на западе А потом К русскому населению Украины Выдем Так Ну тут давайте Пикирование возьмем Воздушные Доктрине Ну а заводик Поставим на Производство Грузовиков Русское население Украины На востоке Украины Проживает Значительная часть Русских И к сожалению Они подвергаются Угнетению Со стороны Украинского Правительства Мы должны Обезопасить Эти земли Обеспечить Безопасность Наших собратьев Будет открыто решение Русское население Украины Ну давайте возьмем А заодно Мы еще и захватим Кубанскую Народную Республику Потому что Она марионеткой Является Украины Является Марионеткой Украины Это конечно Забавно При условии Того что У них Рыночный Либерализм Забавно Ну наверное Я заметил Только сейчас И марионетка Украины Была Ну еще До того момента Как она Стала Социалистической Поэтому Вот так Ну ничего Захватим Зато Немножко Кубани Заодно Так Духовное управление Мусульман Центральной Азии После аннексии Центральной Азии Количество мусульман В нашей стране Заметно Увеличилось До включения региона В России Местное население Находилось Под властью Обскурантистских Проповедников И нам придется Приложить Немало Количества Усилий Для превращения Местного населения В эффективных И лояльных Граждан России У нас есть Две стратегии По выбору Создание Специального Духовного управления Мусульман Центральной Азии Или расширить Полномочия Оренбургского Духовного управления Мусульман Которые уже Находятся Под контролем Верных Нам татар И башкир Оренбургское Собрание С этим справится Либо создать Новое духовное Управление Нет Давайте все-таки Нижний вариант Возьмем Это лучше Теперь давайте Возьмем Фокус За Отечество За Отечество Мы боремся За славное Отечество Бержем его От врагов России О Командный ресурс Плюс 100 Нам дадут Класс Так Ну и русское Население Украины Давайте прожмем Новое правительство Украины Не только опасно Для стабильности В регионе Но и преследует Русское меньшинство На востоке Украины И в Крыму Мы должны попытаться Вести приговоры С их правительством Или вмешаться Напрямую Если необходимо Давайте 14 дней Подождем И прожмем Решение Ну и посмотрим Что нам скажет Украина Украина вышла Из рейс-пакта Хотя она и так И так уже вышла Давно Так Граждане Украины Наконец бросили Оково-зависимость От Германии Они вышли Из рейс-пакта В котором доминируют Немцы Это дает нам Уникальную возможность Либо вернуть себе Некоторые территории От которых мы были Вынуждены Отказаться Изобретать Литовского договора И попытаться Создать новый Мощный военный блок Восточной Европы С Украиной Но это бред Так как они Социалисты Можем начать Выдавать Паспорта Гражданства Но я этого Делать не буду Так как Я хочу все Забрать Да и Кубань Тоже хочу Сразу забрать Поэтому Мы просто На них Нападем А на Кубань Можно сразу Напасть Да отлично Тоже нападаем Как раз Двух зайцев Убьем сразу Почему бы И нет Как говорится Так Можем Военную Экономику Взять Я не думаю Что потом Нам Нас заставят О тут А тут Кстати Лимит Есть Это же Старая версия На новую Это нету Лимит А тут Есть Так что В принципе Военную Экономику Я не думаю Что будет Ругаться Страна И что Ее надо будет Вернуть На частичную Мобилизацию Я думаю Военная Экономика У нас И останется Так что Это еще Выгодно В плане Экономики Так Ну давайте Тут Начинать Наше Наступление Посмотрим Как оно Пойдет Я думаю Будет Легко Так Давай тут Кавалерии На чернигов Сходим Танки Давай Тоже Вот так Тоже Окружение Попробуем Устроить Кавалерию Могут Задержать Так Пехота Еще Вот так Иди Вниз Тут Задерживай Войска Украинские Так Ну давай Нет Все таки Задержали Нашу Конницу Жаль Это очень Жаль Ну давай Попробуем все таки Окружить Гомель Если нам Это удастся Конечно А Возможно И нет Нас Держат И они Успеют Выйти Вот зараза Это плохо Ну давай Полудохлую Украинскую Дивизию Тут пробьем Да Это у нас Получается Чернигов Можем Тоже Попытаться Сразу Пробить Потому что Там тоже Практически Полудохлая Дивизия Нет Смотри Гомель Немножко Окружили Хоть там и Одна дивизия Но Тоже Устраивает Ой А ты Прикалываешься Хорош Вот это Неприятно Чувак Что ты Сделал А вот Это Некрасиво Бро Это Реально Некрасиво Ну не знаю Надо ли Ладно Пока Будем Думаю Справляться Просто Расширим Фронт Ну Отлично Кубань Мы еще Лучше Захватим Спасибо Немножко Конечно Неприятно Это будет Но Я думаю Справимся Православие Православие Русский народ Был и всегда Будет горячо Верующим И православным Но берем Данный фокус Почему бы и нет Так Ну какая Ситуация На фронте Так Мы тут Кстати В Киев Можем ехать Не тупите Мы 17 тысяч Потеряли Украина Готова На 29 Процентов Капитуляции Она потеряла 67 тысяч Человек А Дон Кубанский Союз 5000 Вот такая Ситуация Так Ну что В Киев Мы войдем Сегодня Или как Так Так Тут Кавалерию Можно дать Шатилову Но я не хочу Эту черту Ему Прокачивать Да Смотри Киев Незащищенный Киев Мы вошли Просто великолепно Так Надо подумать Что сделать Танковым маневром Давайте В Могилев Подольский Съездим Что ли Мне это Интересует И разделим Разделим Наш Украинский Фронт Украинцев Да У нас В принципе Получается Давай только Винницу Надо пробить Так вот Тоже Надо съездить Все таки Нет Стоп Блин Сейчас Может танк Просто сдохнуть Ладно Не Справляемся Давайте Тут еще Житомир Захватим Окружим Еще одну Дивизию Украинскую Тоже Ну так Нормально Нормально Все идет Авиация Тоже Все хорошо Работает Небо Зеленое Просто Класс Так Тут давай На всякий случай На юга Чтобы Украинцы Не начали Контратаку Это будет Очень больно И неприятно Но Справляемся Нормально Красим Западную Украину О Отлично Мы еще Отрезали Дон Кубанский Союз От Украинских Союзников Его Так Ну и тут У нас Дорога На Севастополь Открыта Можем Тоже Наступать Тут нормально Мы в Кубане Окружим Украинских Войск Довольно Реально Неплохо Так Доступная Доктрина Ну давайте Дальше Качать Че сидеть Че тупить Так Ну тут Давайте Прокачаем Боевую Базовую Защиту Нет Все таки Нас держат Не дают Нам Легко Проходить В Крым Но ничего Просто Ничего Страшного Тогда Волынью Давайте Захватим Волынь Точнее Брест Ну и тут Покрасим Просто Украина Я думаю Все будет Легко За царя Мы боремся За единственную Истинную Владыку Всего русского Нашего Любимого Царя Ну отлично Мы уже К Крыму Подходим Постепенно Николаевск Сейчас будем Пытаться Брать Давай Кривой Рог Тоже Пробивать Окружим Две Украинские Дивизии А на Кубанском Фронте Не все так Гладко Не все так Легко К сожалению Как хотелось бы Но ничего Не поделаешь Но главное Мы Отрезали От Крыма Украинские Войска И просто Все окружено Отлично Мы скоро С ними Разберемся Так Ну давай На Николаев Сходим Ну это я думаю Будет победа Они уже готовы На 93% Капитуляции Все Отлично Победа Ну и забираем Все эти территории Так Ну сколько там Времени записи На 25 минут Ну В принципе Можем Фокус Прокачать За царя И закончить На этом В общем Вот такие Территории Мы забрали Вот как Видите На экране Довольно Сегодня Неплохо Мы расширили Территории Просто Класс А Восточно-Сибирская Федерация Обменялась Японии Япония Она отдала Охотск И Камчатку Взамен Получили Ну Территорию Манчжури Северную Манчжури Получили Ну ладно Зато мы Северную Манчжури Сможем Легко Забрать Но с Японией Сможем Попытаться Договориться Чтоб они Отдали нам Хотя бы Сахалин Ну и Вот эти Территории Потому что Воевать Сразу В таком Положении Не очень Хочется С ними Поэтому Вряд ли Мы это Будем Делать Но Вы можете Меня Поздравить С тем Что мы Справились Справились С захватом Украины А нет Все таки Демобилизация Экономики Существует Жаль Придется Поражать Ну ладно Так А давайте Может еще На Польшу Сходим Польский Вопрос Решим У нас Как раз Польша Оказывается Независимая Хоть там и сидит Проавстрийский Монарх Но Польша Является Независимой Хоть и Находится В Метель-Европе Экономическом Альянсе Так что Можем Испытать Шанс И захватить Королевство Польшу Давайте Попробуем Я думаю Польский Вопрос Поляки Всегда были Мятежной Кучкой Требовавшие Свои Независимости Однако Они забыли Что Конституция Польши В Конгрессе Навечно Связала Их С Россией Напомним Им об этом Давайте Прожмем Данный Фокус Давайте Атаковать Государство Королевство Польшу После Падения Распада России В 1913 Году Народ Польши Прошел Путь От службы Царю До Казировского Сапога Теперь Наша Задача Выхватить Их Из Немецкой Сферы В которой Они В настоящее Время Находятся В плену Давайте Так Что Еще Можно Сейчас Прокачать Так Ну Тут Все Еще Танки Пока Мы Не можем Взять Вот Давайте Возьмем Улучшенное Пехотное Снаряжение Один Почему Бы И Нет Ну И Я Взял Фокус Поиск Союзников С основанием Нашего Дипломатического Блока Пришло Время Искать Союзников С которым Мы Сможем Сами Справиться С Германией Берем Ну И Давайте Разберемся С Республиканцами Республиканизм Это Яд Поражающий Здоровый Тел России Самое главное К смерти Нашего Богословенного Царя Николая Второго Мы Должны Заставить Их Заплатить За эти Преступления Римночный Либерал Изменил Поблиарм С 10% Сот 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 Польшу Мы Скоро Пойдем Так Еще С Болгарией Хорошо Договориться Давайте Это выгодно Во первых Потому что Это союзник Против Османской Империи Еще один Фронт Против Возвышенной Османской Федерации Мы Получается Будем Атаковать С востока И запада А это Очень Выгодно Плюс Еще Болгария Тут Победила В войне Балканской Четвертой Сербия Ее Марионетка Греция Ее Марионетка Поэтому Это Очень Выгодно Но Румыния К сожалению Находится В Дунайском Адриатическом Пакте И является Марионетка Австрии Но Ничего Страшного Абсолютно Ничего Но Болгария Короче Очень Выгодный Союз Очень И очень Выгодный Так Ну как У нас На вступление На Польшу Идет При поддержке Авиации Но Пока Не очень Хотя Нес Мы Пробиваем Одну Точку Хельм Пока Не можем Пробить Рано или поздно Пробьем О Еще в одну точку Пробились Молодцы Давай еще Белосток Захватим Так Сельце Тоже Давай Ну а ты На лом Жу Иди Ну Романовский Тут я думаю Справится С поляками У нас Армия Все таки Сильнее Их Хоть Еще И не Прокачено И Еще У этой Армии Есть Проблем После Этой Войны Мы уже Воевать Пока Ни с кем Не будем Немножко Подготовимся До 39 Года Сделаем Небольшую Передышку Так Люблин Пробиваем Молодцы Ну Это Легко Будет Легчайшее Для Величайшего Напросто Так Доступная Ячейка Для Исследований Ну Вот Давайте Еще Улучшенную Броневую Защиту Прокачаем Танки Все таки Я Планирую Делать На Будущий Ну Средние Опять Таким Я Люблю Средние Танки Тяжелые Как То Вообще Не Для Меня Не Очень Люблю Тяжелые Танки В В Смирение Центральной Азии Хорошие Новости Пробываются Центральной Азии Назначенные Нами Башкирские Татарские Главы Духовенства Смогли Наконец Реорганизовать Местную Административную Систему И частично Справиться С влиянием Реакции Распространяемой Местными Теологами Проповедниками Оренбургское Духовное Управление Мусульман Наватило Эффективное Распространение Нового Ведения Ислама Среди Населения Центральной Азии Что приведет К стабилизации Региона И позволит Сконцентрировать Наши ресурсы И внимание На других Важных Целях Важных Делах Великолепно У него это Да Действительно Круто Круто Так Ну что Поляков Пропиваем Ну да Потихоньку Помаленьку Мы их давим Не так быстро Как хотелось Но все же Так 26 тысяч Мы пока потеряли Поляки 35 Так Битва Уже За Варшаву Идет Но пока Еще рано Говорить Что мы Город Точно Возьмем В ближайшее Время Отомстить За 1905 Год Сама идея Либерализма Демократия Республиканизма Это яд Отправляющий Жизнь Российских Граждан Мы Преославное Государство Взглавляемое Нашим Могущим Царем Богословенное Богом Смута Заполнила Сознание Россиян Бредом О том Что они Могут Править Сами Одни Свергли Царя Другие Убили Их Все Прилог Революции Гражданской Войне Крови Напрасным 15 годам Республиканского Правления Но теперь Прошло время Покончить С республиканизмом В России Теперь Мы Защитим Русскую Монархию Раз Навсегда Здравствуйте Россия Единая Неделима Так Рост База Стабильность Плюс 2 Но Стабильность У нас Так 100% Патроналисты Изменят Популярность На 10% А Национал Популист Изменение Популярности На 5% Забавно Ну ладно Хорошо Так Ну 64% У нашей Популярности Нашей Партии Так Ну черную Сотню Пока Подождет Я думаю Ммм Дайте Русский Национализм Возьмем Но Зачитывать Я Описание Этого Фокуса Не буду Отлично Сейчас Мы Окружим А нет Не окружим К сожалению Варшаву Как хотелось Ну ладно Ничего страшного Мы Уже Так Окружаем Их С другой Стороны Чен Тахову Возьмем Попытаемся По крайней мере А нет Не возьмем Держимся Тогда Сейчас Могут Нашу дивизию А нет Спасли Смогли Выдержать Хорошо Так Ну вот Битва За Варшаву Уже Более Менее Успешно Идет В нашу Пользу Это Хорошо Так Сколько Потерь У нас 57 тысяч У них 58 тысяч Ну короче Равные Потери Договор С Болгарией Кажется Что Болгария Привлезетесь К нам В попытке Укрепить Отношения между Нашими двумя Народами Делегация Прошла к нам С просьбой О дальнейших Связях Заявив Что она Будет полезна Для обеих Наших стран Особенно С нынешним Неспокойным Климате Что существует Безопасность В целом Хотя Альянс Болгарское Царство Может быть Полезным Факт Остается Фактом Они Сражались Против нас Во время Вельтрига Настоящее Время Находится В окружении Враждебных Стран Что нам Делать Давайте Все-таки Примем Заглашение Почему бы И нет Можно Забить Забить Забыть Старые Обиды И все-таки Сблизиться Поэтому давайте Прожмем Уже Пригласить Государство Болгарское Царство К нам В Альянс Так Все Отлично Падение Варшавы 8 сентября 1938 года И ситуация Как Все Стопроцентный Кап 59 тысяч У них У нас 58 65 тысяч У них Падение У нас Наверное 60 Все Захватываем Эту территорию Великолепно Все Просто Шикарно Иван Романовский Зато Хорошо Прокачался Это Шикарно Просто Шикарно Так Что у нас Не хватает По складам Ну давайте Больше На артиллерию Заводы Отправим 9 штук Теперь Будут Производить Артиллерию Болгария По какой-то Непонятной Причине Нам Отказала По решению Мне пришлось Через щиты Взять Потому что Ну это Бред Такие Хорошие Отношения 200 Процентов Со стороны Болгар И 100 Процентов От нас Это Самый Высокий Показатель Хороших Отношений Поэтому Это Полный Бред Что Мы Что Она Отказала Поэтому Я ее Пригласил Поэтому Прошу Отнестись С пониманием К Пониманием К этой Вещи Вот так Так Докачиваем Фокус Русский Национализм Все Отлично Докачали Теперь Давайте Качнем Народность Народность Русский Народ Был И Всегда Будет Самой Важной Частью Страны Но Докачаем Уже Его В следующей Серии Этот Фокус Уже 36 Минут Запись Идет Пора Заканчивать На сегодня Ну Что Могу Сказать В итогах Нашей Серии Это То Что Во первых Мы Подчинили Центральную Азию Наш Состав Включили Включили Состав Российской Империи Также Кубань Украину И Польшу Я Считаю Что Это Довольно Круто За Дусер Вот Такое Количество Территорий Присоединить Я Считаю Это Очень Здорово Очень Здорово Вот Поэтому Я Думаю Что На этом Мы Серию С вами Закончим Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Пальцы Вверх И Знайте Что Самое Интересное Еще Впереди Интересное Точно Будет Всем Пока